Тут и еще вышел стыд. Мне гадинкое чувство похвалиться моим умом заставило меня у них разбить лед и заговорить. Ну и желание прыгнуть на шею. Это желание прыгнуть на шею, что признали меня за хорошего и начали меня обнимать, или вроде того, словом свинства, я считаю себе самым мерзким из всех моих стыдов. И подозревал его себе еще очень давно, именно от угла, в котором продержал себя столько лет. Хотя я не раскаиваюсь. Я знал, что мне надо держать себя в людях мрачнее. Меня утешало после всякого такого позора лишь то, что все-таки идея при мне. В прежней тайне. И что я ее им не выдал. С замиранием представлял я себе иногда, что когда выскажу кому-нибудь мою идею, то тогда у меня вдруг ничего не останется. Так что я стану похож на всех. А быть может, и идею брошу. Потому берег и хранил ее. Вот и у Дергачева с первого почти столкновения не выдержал. Ничего не выдал, конечно, но болтал непозволительно. Вышел позор. Воспоминания скверные. Нет, мне нельзя. Нельзя жить с людьми. Я и теперь это думаю. На лет сорок вперед думаю. Моя идея. Моя идея угол.